Заслушаем небольшой комментарий эксперта из Франции, который мы записали до начала этого эфира. Он рассказывает о своем видении ситуации, в частности, о решении Франции милитаризировать Армению. Оливер Пардо, юрист, бывший судья и бывший первый советник министра юстиции Франции. Слушаем. «Решение президента Макрона вооружать Армению не может быть принято ни одним юристом. Франция входит в минскую группу ОБСЕ, то есть группу посредников между Азербайджаном и Арменией. Теперь же мы видим, что один из посредников начинает передавать оружие одной из конфликтующих сторон, что совершенно неприемлемо. Во-вторых, во всех международных резолюциях отмечается, что действия Азербайджана являются законными, поскольку Карабах был оккупирован Арменией силой. Позиция Азербайджана сводилась исключительно к освобождению принадлежащих ему территорий. Это немного похоже на то, как Франция освободила оккупированные в свое время Германии Эльзас и Лотаринги. В-третьих, момент, выбранный для подтверждения этого решения, является чрезвычайно деликатным моментом, потому что это был тот самый момент, когда те, кто знает историю, вспоминали хаджалинскую резню. Резню, которая представляет собой самую настоящую этническую чистку, которую всегда замалчивали. Поэтому я сожалею о том, что я француз. Но нам остается только осудить позицию президента Макрона. Яков, я сожалею, что я француз. Такую фразу сказал гражданин Франции. И это не случайно. На мой взгляд, там многие задумываются о будущем своей страны, при этом очень любят свою родину. Ведь у нас нет никаких проблем с обычными французами, которые там проживают и которые во многом своем даже не совсем вникают в суть событий в регионе Южного Кавказа. Но политика Эммануэля Макрона приводит к тому, что Франция скатывается в пропасть.